Следующая наша тема – это кодекс компании. И кодекс компании – это что самое важное в компании? Это коммуникация. Это вот не действие, а взаимодействие. Вот это вот то, как сотрудники договариваются друг с другом. Это то, как происходит коммуникация в компании. И кодекс компании – это об этом. Итак, кодекс компании. Что такое кодекс компании? Кодекс компании – это свод договоренностей сотрудников компании, направленный на достижение внутренней миссии компании. Еще раз, это кодекс компании – это свод договоренностей, направленный на достижение внутренней миссии. Внутреннюю миссию из дерева целей – это то, что мы хотим. И в нашей компании я с гордостью вам предоставляю наш кодекс компании. Это 180 регламентирующих документов, которые мы писали с 2006 года по 2011 год. И я сейчас его дам посмотреть. Это каждый из этих документов с моей личной подписью, вот видите, в одной папочке. И это то, как мы создавали свой кодекс компании. Но можно посмотреть. Итак, самое важное, что это свод договоренностей. То есть это не законные положения, которые нужно выполнять. Это свод договоренностей. Как возникает договоренность? Договоренность возникает в тот момент, когда мы сели, договорились, и мы записали свою договоренность. Каждый из этих документов возникал в тот момент, когда мы о чем-то договорились. Я просто эту договоренность записывал и складывал в бумажку. Записывал это, распечатывал бумажку и складывал вот в эту замечательную папочку. Что такое кодекс компании? Кодекс компании является саморегулирующим инструментом в компании. Саморегулирующим. И почему он является саморегулирующим, мы сейчас разберем. Кодекс ведут сами сотрудники компании. Кодекс ведут сами сотрудники компании. Кодекс не нужно писать специально, он является следствием записанных договоренностей. Если вы внимательно почитаете некоторые документы, то они там, честно говоря, записаны часто, достаточно коряво. Может быть, не литературным, нет, литературным языком, но, может быть, там обороты, запятые или там что-то не совсем чисто. И почему? Потому что для нас важно было записать то, о чем мы договорились. И опять же, почему это было важно? Потому что самое страшное, что может произойти в вашей компании, это если вы сделали поручение, дали поручение своему сотруднику, замотивировали его на выполнение этого поручения. Он выполнил, сотрудник выполнил это поручение, приходит к вам, а вы забыли, что вы давали ему это поручение. И когда он приходит к вам с гордостью, радостью, отчитаться о том, как он выполнил ваше поручение, а вы в этот момент просто забыли о том, что вы сами дали это поручение, встречаете его фразой «нафига все это было нужно?». Как вы думаете, какова будет мотивация этого сотрудника дальше выполнять ваше поручение? Никакая. Поэтому одна из первых причин, почему я стал писать кодекс, заключается в том, чтобы я сам не забывал то, какие распоряжения или какие договоренности верхнего уровня мы в компании включаем. Это первое. Второе. Если мы о чем-то договорились, и потом это начало работать, и это работает, нужна ли нам эта договоренность? Обращаемся ли мы к ней? Ну нет. То есть если мы договорились, оно начало работать, всех все устраивает, процесс идет, результат в процессе есть, потребители внутренне и внешне у процесса довольны процессом, тогда зачем нам этот документ? Он нам не нужен. А когда он нам становится быть нужным? И возникает жемчужина. Когда возникает жемчужина? Когда нам нужно передоговориться, когда внешние условия или обстоятельства чего бы то ни было изменились. И тогда для того, чтобы нам нужно передоговориться о чем-то, и тогда кодекс нам очень необходим для того, чтобы понять, о чем конкретно мы сейчас передоговариваемся. О чем конкретно мы передоговариваемся? Потому что мы, кодекс строго регламентирован, мы сейчас увидим, каким образом он регламентирован, в смысле структурирован, и мы понимаем, что если мы о чем-то передоговариваемся, то данную какую-то из прошлых договоренностей нам надо поменять. И тогда мы поднимаем какой-то из документов и говорим, так, о, это уже не работает, как мы хотим, чтобы работало, и договариваемся о том, как это будет работать. Еще один хочу вам сказать интересные следствия, когда кодекс есть. Когда у нас кодекс стал появляться, вот в такой папочке он был у меня на столе, и когда ко мне приходил сотрудник и говорил, у нас проблема, ну, хотя сотрудники редко говорят, приходят, заходят и говорят, что у нас проблема, обычно это эмоция. И я спрашивал, проблема? Да. Я брал кодекс, клал перед ним его на стол и спрашивал, где проблема? Покажи. В каком месте сейчас проблема? И фактически, что я делал? Я предлагал ему просто показать, где проблема. Человек начинал искать то место функционирования в нашей компании, где он мне хочет показать, что есть проблема. И что происходило? Он уже начинал искать решение. Автоматически он начинал искать решение. Потому что, когда он находил этот документ и говорил мне, вот здесь не работает, плохо. Я спрашивал его, хорошо, а как ты хочешь, чтобы работало? Как ты хочешь, чтобы было? Он говорил, надо вот так, вот так и вот так. Я говорил, погоди, 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 я записываю. И я записывал с его слов изменение процесса так, как он предлагал его изменить. И это становилось новым стандартом в документе, нашей новой договоренностью. Почему? Потому что сотрудники, которые непосредственным образом выполняют работу, выполняют работу, лучше видят и знают, что на самом деле происходит. Мы не можем сверху руководить или видеть и вникать во все происходящее. Мы видим верхнюю часть, структуру. И что происходит? Что делает кодекс? Кодекс задает структуру сверху, и тогда сотрудник ее заполняет снизу. И вот это вот верхи и низы, что называется, встречаются. Кодекс – это способ договариваться. Ну что ж, давайте посмотрим части кодекса. То есть весь кодекс, то есть кодекс – это свод договоренности сотрудников компании, где они договариваются. И нам нужны формы, приглашающие формы, для того, чтобы сотрудники договаривались. И их четыре. Это орг-схема, мы ее сейчас разберем, системная коммуникация, сайты Google и технологии экранного управления процессом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...